До резиденции американского президента снова хотели добежать, но снова не получилось и рекорд не побит. Все подробности у Дмитрия Еловска. Именно отсюда, с северной стороны Белого дома, начал свой забег 23-летний Доминик Десани. После недавнего скандала с поникновением в Белый дом другого злоумышленника Амара Гонсалеса, охрану по периметру резиденции президента усилили. Говорят, Обама был просто в бешенстве, когда узнал, что Гонсалес добрался аж до живых комнат Белого дома. После того инцидента добавили полицейские барьеры, увеличенное количество патрулей, да и главу секретной службы Америки Джулию Пирсон уволили. Ну а Десани все-таки смог попасть на лужайку Белого дома. Там находится высокий забор с металлическими прутьями, высота гораздо больше человеческого роста. Вот как он смог перемахнуть через него, до сих пор непонятно. Наверное, он смог бы даже добраться до самого здания, если бы на него не набросились собаки. Пока он отбивался от стражевых псов, подоспела и охрана, которая его схватила. В итоге Адесанию заставили к врачам покусанного на собак ветеринару с следами побоев. Вот зачем он решил забежать к Обаме, до сих пор неизвестно. Оружия при нем не было, в радикальном сфамизме как-то не замечен. Даже особой политической активности за ним никогда не наблюдали. Еще этот инцидент произошел на фоне стрельбы в соседней Канаде. Прямо в центре Оттавы, рядом с мемориалом жертвам Первой мировой войны, а позже в здании парламента, Мишель Захар-Бибов, принявший ислам канадец, начал вдруг палить из огнестрельного оружия. Он убил солдата почетного караула, а позже был застрелен полицейскими. Премьер-министр Канады Стивен Харпер находился тогда в здании парламента. Он заявил, что это был теракт, и именно так полицировали стрельбу. Позже он выступил с обращением к нации и сказал, что страну никто не сможет запугать. А сами атаки на госсимболы, конечно, безусловно, подрывают доверие к органам спецслужб, как в США, так и в Канаде. Вот тут все чаще звучит вопрос, зачем прослушивать обычных рядовых граждан, когда террористы продолжают действовать безнаказанно. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Канады Стивен Харпер